Ему всего 18, но в бизнесе он уже полтора года. Владислав Духарев решил следовать мечтей, даже если она идет вразрез с образованием, однажды рискнул. Призов в конкурсе молодой предприниматель Ростова пока не взял, но считает, что знакомство с такими же начинающими бизнесменами, обмен опытом с теми, кто начал давно, и первая заявка о себе – уже большой шаг на пути развития. Мы разрабатываем сайты любого уровня, любой сложности, также занимаемся продвижением и графическим дизайном. В наше время IT-технологии очень сильно развиваются и очень сильно нужны. Мне это по душе, я сам по себе дизайнер, веб-дизайнер, и я решил связать свою жизнь именно с этим, хоть по образованию я строитель. Из массы заявок на заочный этап конкурса жюри выбрало 12 лучших проектов, которые рассмотрели в очном финале. Критерии отбора были в том числе не по масштабу бизнеса, понятно, что в разных сферах сегодня можно достичь по-разному тех или иных результатов, но здесь важно было отмечать и конкурентоспособность, отмечать инновационность использования и продвижения российского продукта и российского бренда, и, что немаловажно, конечно, это масштабируемость в дальнейшем и экономические перспективы. Экономические перспективы высоки, конкуренции на российском рынке почти нет, масштаб производства растет. Это все о проекте Вячеслава Григорьева, и он признан лучшим молодым предпринимателем Ростова со своим производством мочалок. Очень многие уходят, допустим, в создание стартапов, в IT-сферу, но забывают о обычных вещах, которыми люди пользуются каждый день. И именно к этому мы пришли с идеей, что нужно производить мочалки для тела, потому что востребованные товары и очень много ниш у нас в России не заняты именно этой продукцией. Мы занимаем средний сегмент ценового рынка, и нам это помогает развиваться. Сейчас мы каждый месяц выпускаем 30 тысяч единиц продукции. Помимо профессиональных рекомендаций, советов по развитию бизнеса, победители получили дипломы, ценные призы и возможность стать частью молодежного предпринимательского сообщества города. Елена Ребжанова, Владимир Савилов, Первый Ростовский.